Кабан-одиночка объявился в Арамиле. Хряк из парка сказов вынужден самостоятельно воспитывать четверых поросят. Вскоре после родов мама свинья сбежала, сломала забор и скрылась в лесу. Теперь холостяку подыскивают новую супругу. Мария Нойкова о непростой жизненной ситуации многодетного отца и материнском свинстве. Хряк, возьми морковку. Тоскуешь? Из женских рук кабан-хряк еду не берет, даже сладкую морковку. Ведь сердце зверя разбито. Полгода назад его бросила подруга. Кабаниха Нюша сбежала из семейного вольера, оставив супругу на воспитании четверых малышей. Пробила сетку и убежала через реку в лес. Отец семейства преградил дорогу малышам. Тем самым все дети остались в целости сохранности. Сотрудники парка рассказывают, здесь никто и не ожидал, что мать поведет себя как свинья. Казалось, что в семье царит идиллия. Нюша возилась с детьми, хряк охранял семейство. Теперь же кабан подросшим поросятам и за маму, и за папу. Они к нему подходят, он их чешет, заботится, чтобы они покушали вовремя. То есть отгоняет детей, допустим, каких-то, которые там хотят почесать, подергать за волосики. Отец-одиночка держит отпрысков в ежовых рукавицах. Первым обедает и на корню пресекает конфликты. С таким отцом четверняшки, как за каменной стеной. А вон, смотри, за папой прячется. Ой, 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 ой. Заботливый отец-хряк – настоящий уникум, говорят охотоведы. Ведь дикой природе поросятами занимаются исключительно самки. Самцы же довольствуются ролью приходящего папы в сезон гона. Потому что он живет, одиночную жизнь ведет. Он рядом со стадом ходит, но близко по биологии она его не подпускает, потому что он может искалечить, поранить сикачат молодых. Им сейчас всего лишь полгода. Если это сикачата, то он может от кормушки отпихнуть. У них это запросто. Поросята уже заметно подросли, а маме кукушки даже не вспоминают. В отличие от их отца, у кабанов сейчас сезон гона, который хряк, похоже, проведет в одиночестве. В новом году многие мечтают начать новую жизнь. Вот и мы решили помочь хряку склеить разбитое сердце и создать новую семью. Поэтому мы напечатали вот такие объявления и решили расклеить и раздать их в округе. К призыву о помощи арамильцы сначала отнеслись с недоверием, хмурились и проходили мимо. Но узнав историю хряка, растрогались и даже предложили кандидатуру на роль новой нюши. В том магазине женщина, заведующая, у нее поросят держит, так, наверное, у нее есть. То есть там может быть незамужняя хрюшка? Да, да, да. Впрочем, рассказывает хозяева хряка, о себе кабан пока не думает. Слишком уж много забот с детьми у этого отца-одиночки. Мария Новикова, Александр Кожеватов. Главная новость Екатеринбурга.